Добрый день, дорогие друзья! Иван Васильев, Павел Жулин. Очередной урок, посвященный верхнему регистру. Вот мы сегодня решили сделать это и поговорить про верхний регистр. Конечно, регистр и звук это одно из самых основных на трубе, поэтому сегодня постараемся что-то рассказать, какие-то основные проблемы затронуть, упражнения какие-то дать с Ваней и рекомендации по этому поводу. Для верхнего регистра есть определенный способ занятий, определенный комплекс упражнений, туда может сходить и губной легата, туда может сходить и упражнение на легата, гамма-образные виды игры. То есть, в принципе, упражнения довольно схожи, но есть разные понятия их исполнения и подходы к ним. Допустим, это также, я еще может быть повторюсь, это же также опорный инструмент, приклад к инструменту, расправленная губная клетка, при выходе к верхнему регистру распрямление, распрямление груди и так далее. То есть, стараться держать верхнюю часть толща. То есть, какие-то некоторые такие параметры и правила, которые желательно использовать и следить за ним. Потому что, если вы не будете следить за этим, то ваши занятия все будут бесполезны. Ну что ж, начнем. Ну, на что, допустим, я обращал внимание и обращаю и советую своим друзьям, студентам, ученикам и так далее. Это все-таки приклад и и положение инструмента. Потому что, если вы будете еще раз, повторюсь, играть таким способом и стараться, как насос, грубо говоря, выжимать себе эти звуки, да, лишь бы эту ноту взять, то есть, она никогда не будет полноценной, никогда не будет красивой и плотненькой, такой, как обычно все любят. Поэтому, на это стоит обращать внимание. Упражнения. Упражнения на губной легаты. Одно из которых тоже я использую. Это, ну, скажем так, до-до, до-ре, до-ми и выше. И так далее. То есть, получается, до-ми и также идете до-фа-гиза и до-соль. Но в этом упражнении на губной легата стоит обратить все-таки на то, чтобы вы, когда вы идете вверх, чтобы вы не закрывались. То есть, больше раскрываться, больше распрямляться и даже разрешать чуть-чуть на мыски вставать, как бы так, своим студентам, чтобы в избежание закрытия грудной клетки. Любые закрытия, сжатия, они способствуют глоукружениям, некомфортным состояниям. Да. Ну, второе упражнение, которое тоже на эту тему также отрабатывается, это игра треволи. Я держу. Держу. То есть, спина у меня прогибается, вот такая точка, грубо говоря, сзади, да, есть у нас турномерчик. Я ее держу. Компенсирую сопротивление инструмента, кстати. Для чего еще это делать? Для того, чтобы компенсировать сопротивление муштука и лид-пайпа. Потому что, когда вы идете выше, дырочка у нас узкая, конус узкий, создает сопротивление. И чтобы сопротивление компенсировать, вам нужно прикладываться и заполнять инструмент. Соответственно, когда идете наверх, делаете небольшой крещендо и грудной клеткой выравните этот баланс. Да, про прогиб поясницы, это тоже очень важно. То есть, вот, когда уходите вверх, да. Я могу показать-то это. То есть, немного наклоняться, как бы, вот, совсем прогиб поясницы, это дает возможность не закрывать грудную клетку и дает еще дополнительный опору для дыхания. Как бы, чуть-чуть наклон назад в пояснице. Да, вот этот момент очень важен. Если вы закроетесь, в лучшем случае, вы просто потеряете ориентацию и можете упасть. То есть, сопротивление инструмента довольно высокое из-за мензуры. Очень важно тоже вот про дискомфорт Паша стал говорить. Тут очень важный момент. Желательно вообще следить за своим артериальным давлением. Очень серьезная проблема, потому что идет сильное напряжение, сильное давление в голову, вплоть до инсультов это может произойти. Поэтому очень аккуратно это делайте. И это нужно обязательно подходить к этому аккуратно. Нельзя взять, там, сдуру, там, до четвертой октавы, как бы, у вас просто может сосуд какой-то в голове, там, лопнуть. Нужно обязательно потренироваться этому. То есть, это длительный очень период освоения верхнего регистра, чтобы не было, чтобы голова привыкала, чтобы сосуды головы привыкали к этому давлению. Много вопросов есть. Какие упражнения? Мы упражнения сейчас некоторые покажем, я покажу, может, Ваня также дополнить все это. Нет определенных рецептов каких-то, да, там, каких-то супертайных упражнений, которые вас заставят через пару уроков играть, там, как Фергюсон или Вань Берджерон, или еще каких-то супермузыкантов, да. Все работает в совокупе, то есть вместе. Вместе что в это входит? Первое, мы говорили уже, это положение груди, грудной клетки. Второе, хороший, уверенный, четкий выдох инструмент, заполнение инструмента. И приклад к инструменту, плюс артикуляция, правильное положение языка. Самое, в общем-то, простое, довольно-таки, казалось бы, базовое, это игра по квартам и квинтам. Напожди, просто на легатор. Начинаем сольмажор. Мажор, начинай сольмажор. Мажор, начинай сольмажор. Да, обращаю внимание на то, что в этом упражнении стараться, я вот советую стараться брать носом дыхание для того, чтобы не развышать, ничего не менять, то есть положение мышцы, кольцевые мышцы на протяжении игры одной секвенции. Но на протяжении этой игры, этого упражнения, в одной тональности, в этой секвенции старайтесь не брать уголками рта, отрубать трубу и так далее, то есть сохраняйте ее до конца игры. Преимущество этого упражнения в том, что вы соединяете низ с верхом, то есть у вас расслабление, собирание, грубо говоря, расслабление, собирание. То есть вы соединяете низ с верхом, соответственно, этим корректируете качественное звучание. То есть то же самое, верхний регистр, то есть постепенно поднимайтесь. То есть не получается у вас, не огорчайтесь, не старайтесь брать силы, то есть возьмите там небольшой перерывчик, но вот подумайте о том, это положение груди, приклад к инструменту, выдох, выдох к инструменту. Еще иногда я советую просвистеть это дело, то есть, грубо говоря, У это нижний регистр, средний, И это верхний. Некоторому так понятнее. Это работа языка. И так далее. То есть просвистите, не бойтесь. То есть это тоже помогает. Это артикуляция, это положение языка. Я вот могу показать упражнение, которым я пользуюсь. Это просто играть по трезвучим, спускаясь вниз и возвращаться по гамме. В этом упражнении есть один нюанс. Возвращаться наверх, как бы на позиции нижней ноты до, чтобы раскрывать кверху, верхний регистр раскрывать на дыхании и мощнее звуком, чтобы она была. Вот такое упражнение. И так вот поднимаетесь дотуда, докуда у вас получается в данный момент. Да, Ваня полностью соглашусь. Я тоже обращаю внимание, я его называю, допустим, выходом. Делайте выход к верхней ноте, вести. Вот еще понятие звуковедения, такое из трубе, это когда вы ведете, а не зажимаетесь. Поэтому, когда вы идете кверху, то ли это гамма, еще вот это упражнение какие-то определенные, вы должны вести. У вас должно стремление выйти к этой ноте. Не взять ее. Это такой психологический момент. Не выжать ее именно, а навести. Потому что это очень важно, особенно в сольной игре, какой-нибудь красивой вверху или баллады какой-то и так далее. Это очень важный момент, как в классике, так и в джазе. И часто бывает, что люди не получаются брать ноту в лоб, допустим, и как бы к ней выйти, к этой верхней ноте. Я рекомендую подойти с помощью гаммы. Можно с помощью хроматизма, но в принципе гамма довольно доступна. Поэтому берете с до второй октавы и до третьей. И все в инструмент. Вы прям к ней ведете. И прям ее протягиваете, максимально на хроматке, и все, отдыхаете. Еще есть упражнение на квинту. То есть вы выходите к квинте, ферматке и пархматизм опускаетесь вниз. То есть вы выходите к верху и пархматизм опускаетесь вниз. То есть можете немножко вверху зависнуть, потом опускаетесь вниз пархматизм. То есть все, стремление к верху, распрямляетесь, ведете, прикладка на инструменты, все, артикуляции, все в совокупе работает. И в коем случае не зажимайтесь, старайтесь ужиматься и закрываться, выжимать, потому что, еще раз говорю, это будет потом некомфортно. Очень важно, чтобы верхний регистр, именно раскрывать дыханием, раскрывать на дыхании верхний регистр, чтобы он не был зажатым, он должен выходить. Да, выходить. И тогда он будет... Старайтесь вести, то есть кайфовать, получать удовольствие, что вы прямо к ней ведете, у вас вот такое должно быть радостное ощущение, приятное, что вы не выжимаете, а вы ведете. И тогда у вас выработается этот правильный приклад, правильное отношение к инструменту, правильное звучание. Если вы будете бояться закрываться, выжимать или пищать эти ноты, писк это жим, ребята. Жим это хорошо, но это другие задачи. Звук и заполнение это совершенно другая история. Что я могу дополнить по поводу регистра, да, для развития регистра можно использовать разные упражнения, повторюсь, это губная легата, это упражнения на интервалы, это громообразные упражнения на легаты. Еще есть игра по берданам, которую я сейчас дополню тоже. Кстати, ее Алан Мизути как-то показывает упражнение, я тоже его взял за пример, тоже вы можете использовать, сейчас я его покажу тоже. Поэтому любое можно брать упражнение, но смысл в чем? Чтобы вы понимали, что вы делаете. Зачем нужно следить? На что нужно акцентировать внимание? Не просто дуть, а заполнять инструмент. Не просто вдувать, а заполнять его, раскрываться, вести, то есть держать грудную клетку. Здесь очень много вещей важных есть. Если вы что-то упускаете, вы можете годами играть, и ничего не получится. Да, хорошее упражнение. Я его называю игра по берданам. Выход, зависание вниз. Это очень хорошее упражнение и на жим, и на регистр. То есть вы выходите, зависаете и опускаетесь вниз. Ну что ж, я думаю, что для сегодняшнего урока, наверное, хватит информации. Всем удачи в освоении верхнего регистра. Да, пишите, задавайте вопросы. По боду регистра мы еще сделаем несколько видео, потому что за один видео урок, за видео сессию, конечно, рассказать все невозможно. Сегодня мы затоимы просто основные такие проблемы, основные вещи, которые нужно обращать внимание. Если вы начинаете развивать его или хотите научиться играть. Поэтому подписывайтесь на Ваню, подписывайтесь на меня, смотрите, ставьте, как говорится, лайки, задавайте вопросы. Мы будем рады вам помочь. Всем удачи. Всем всего доброго. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok